Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина. И Лиза сказала про наших гостей. Вот мои люди. Вот сейчас она и представит этих замечательных людей. Друзья, с огромным удовольствием, у нас первый и самый популярный подростковый бойс-бенд Ди Сайд Бэнд. Ребята, привет! Какие классные! Давайте знакомиться Олег, Даниил, Артур, Сережа. Парни, мы вам безумно рады. Вы на один день в Москве приехали к нам из Киева. Ваша команда набирает обороты, но мы еще хотим передать привет Владу. Это ваш пятый участник, который смотрит нас по телеку, слушает по радио. Сейчас он заболел, мы желаем выздоравливать, если он смотрит этот Владик. Передаем привет. Передаем привет, да. Значит, ребята не только кумиры миллионов, они еще и, внимание, трендс-сеттеры современного танцевального искусства. Расскажите, как так получилось, что это такое? В общем, парни и поют, и танцуют. Да. Да. Мы изначально собирали группу танцоров, у нас был кастинг еще в 2016 году. И только потом уже развивали себя в вокальном плане. Но при том еще и дополнялись участники, которые были больше вокальные, чем танцевальные со временем. Я что хочу сказать. Недаром у нас до нашего с вами разговора звучал монатик. Это ваш такой друг, наставник в каком-то смысле, да? Человек, с которым вы плотно сотрудничаете. И вот тоже представитель классно и танцует, и поет. В общем, вы так, коллеги, в прямом смысле слова. Только у вас пять, он один. Да. Да, сотрудничайте же с Димой, насколько я известно. Да, у нас было такое сотрудничество, Дима нам написал песню «Танцы Балпаду». Так, мы сегодня посмотрим работу, вот совсем скоро клип. Обязательно посмотрим. Которая, кстати, стала хитом. Да. Это очень круто. Ну как с монатиком? Нормально работает? Классно? Очень круто. Ответственно или просто? Очень-очень круто, потому что монатик, он просто человек душа. Да, вот он человек душа, с него ты берешь очень огромный багаж опыта, он постоянно подсказывает, говорит, как лучше сделать. Ну вот он просто наш, вот такое вот вдохновение. Смотрите, давайте, чтобы наши девчонки нашей страны тоже знали, кого уже любить, они уже выбирают. Вам, вашему коллективу два года, да, в шестнадцатом году почти три. Почти три. Февролет, отвечаем, ты что? Февролет, да. Смотрите, вам от четырнадцати до восемнадцати лет участникам, да? Как так получилось вообще, что вы попали и стали такой дружной командой, то есть был какой-то кастинг, отбор, как все получилось? Хочу сказать, что именно в «Танце до упаду» показали впервые меня в этом бенде. Я, ну, так получилось, что стал последним, кто пришел в эту группу. Так. Именно в «Танце до упаду» меня показали впервые. Ага. То есть был какой-то отбор, вы узнали, что идет кастинг. Да, да, был кастинг, в котором меня пригласили поучаствовать. Я успешно его прошел и вступил вот в эти ряды. Смотрите, а вы изначально танцевали с детства? Как развивалась ваша творческая деятельность? Давайте по чуть-чуть. Ну, вообще изначально из нас большинство танцоров. То есть здесь снимать с танцами? Ну, мы танцевали. Олег, расскажи давай, и про себя тоже лично, про всех и про себя. Я уже танцую, по-моему, около восьми лет. Честно говоря, не помню точно. И был кастинг в группу Decide Band в студии Decide Dance Studio, это танцевальная студия в Киеве. Был кастинг, туда пришли все, кто хотели попасть в танцевальную вокальную группу, кто пел, кто танцевал, но в основном были больше танцующие, поэтому отбирались по критериям хороших танцев, чтобы в будущем научиться классно петь. Типа такое развитие на будущее. Локальные задатки, чтобы были. Ну да. Типа какие-то мелкие задатки должны быть, но это развивалось постепенно. Ну все равно, чтобы было такое два в одном уже, чтобы можно развить все. У меня ситуация была немножко другая совсем. Я больше пел, чем танцевал, и начал более профессионально заниматься танцами именно тогда, когда попал в бэнд. И за вот этот... Нормально поспевал? На тебя там не ругались? Так, еще быстрее! Ну, я, знаете, пришел в группу как бревно, и из этого бревна, знаете, какой вот ух сделали танцоры. Прогресс какой-то пластичный стал. Да, зато честно. Честно. Давайте, в каком виде Данил пришел? Локально-танцевально? Моя танцевальная история началась после того, как я ушел из футбола. Большинство парней ушли из футбола. Так ты в футбол играл? Да, мне было это интересно. Потом у меня были проблемы со здоровьем, и мне, в принципе, надоело. Я решил начать танцевать, и танцевал лет пять, и последние два был вообще в танцевальной команде, профессиональной. Потом это мне тоже надоело. И получилось так, что кастинг был в группу, и я думаю, ну... Надо еще и песню учиться. Да, самое время и петь. И начал учиться петь вот с того момента. Сережа. У него было больше всего времени подготовиться. Сережа, давай, твоя история. Я, наверное, в детстве себя развивал в разных направлениях. Я занимался и боксом, и футболом, и флаводием. Ну, то есть в основном видами спорта. Но все-таки меня вот привело к творчеству, к музыке, к танцам. И я танцами занимаюсь уже 8-9 лет. Вокалом. Ну, я до этого тоже, да, очень сильно любил музыку. Ну, как бы-то музыка и танцы — это моя жизнь. И вот уже так больше я с участием в этом начался развивать. Ой, ну класс. Друзья, мы, чтобы с вами познакомиться поближе, как раз в тему сейчас посмотрим ваш клип, который так и называется... Танцы до упада. Танцы до упада. Это очень характеризует вашу команду, ваш бойсбенд. Давайте посмотрим, потом прокомментируем. Так что, друзья, у нас сейчас будет классная танцевальная музыка. Можно в обеденный перерыв уже потанцевать. Смотрим, слушаем. Друзья, будьте со стороны FM. С нами хорошо. Давай танцую, красками телом рисую. Пускай у сорта, но кто из вас меня осудит? Ведь мне по сути много сегодня не надо. Лишь бы моя музыка была со мной рядом. Пускай дурдом. Музыка разных форм, без границ, стандартов и норм. Куда ни глядя, иди прямо на звук. Скоро ты будешь тут. Если будет, Скоро ты будешь тут. И все будет. И все будет. Танц, стопада, танц, стопада. Танц, стопада, танц, стопада. Танц, стопада, танц, стопада. Это все, что мне надо. Танц, стопада, танц, стопада. Танц, стопада, танц, стопада. Танц, стопада, танц, стопада. Это все, что мне надо Перебитаются разные звуки Громкие крики вокруг Волнами в воздухе кружатся руки И время замедлилось вдруг Забрало дух, загнуло круг Тех ненормальных двух Глубокий вдох, считаю до трех Остановиться так и не смог Будто оглох, будто забыл Будто бы я по-другому не жил Память делится, как не былиц Вторая книга на полке пылится Может нам сниться Мы продолжаем кружиться Это все, что мне надо Чется, что мне надо Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Еще до моего прихода Артем Пивоваров посотрудничал с ребятами и написал для них песню «Бандиты». Это была третья наша песня по счету. Он полностью сделал и музыку, и слова, и мы писали ее трижды, потому что первые два раза не могли найти то звучание, которое задумывалось. Но все получилось в конечном итоге. Сотрудничество продолжится. Продолжается ли, да, сотрудничество? Конечно, мы с ним снимали также наши сериалити. Вот мы, да, хотим об этом тоже поговорить. Давайте поясним нашей аудитории. У вас YouTube сериалити. Вы не только музыканты, вы еще такие актеры. Вот что это за история такая? И сами выкладываете, монтируете, либо вы только снимаетесь? Ну, как вообще вот этот вот идет процесс? Ну, понятно, что у нас есть команда. Ну, понятно, да. Что это такое? Это как сериал, прям настоящий, да? Это как сериал, основанный на реальных событиях. Можно вот так сказать. Реалити-шоу такое. Сериалити о нашей жизни творческой, о наших занятиях, хореографии, актерском мастерстве, вокале. Ну, о нашей жизни, которая вот происходит... За кулисы, бэкстейдж такой. Пишут ли поклонницы, ребят, снимите, пожалуйста, серию вот на такую-то тему? Как вы выбираете тематику? Ну, у нас есть режиссеры, сценарист, и они задают какой-то... Событие, из которого уже мы ищем какой-то выход. Сегодня вы фитнес-тренеры? Нам этого не говорят. А, вот. Как происходит, так и происходит. Да, мы выкручиваемся сами из поставленных задач. О, круто. Как-то так это работает. Ну, прям актерская такая история. Ну, это будет продолжаться и в следующем году, да? Да, уже в феврале мы... У нас премьера нового сезона. Так. Сериалити нашего. И оно будет очень интересным, так что смотрите. Второй сезон мы планируем прокачать еще лучше. Будет ли это фильмити, скажите? То есть, может быть, большое такое-нибудь... На экранах страны, да? Да, что-нибудь такое. Кинотеатр. Фильм о группе. Парни верят в это, да. Будет 20 серий. По 20 минут. По 20 минут каждая. И они будут сняты... Ну, понятно, такое ТВ-шоу прям, да? Да, в разы больше работают. Слушайте, а вы сами активные пользователи социальных сетей? Ну, ведете свои странички самостоятельно? Или как? Да, очень молодые. Ну, любите это делать? Конечно, это же общение с нашими десайдерами. Ну, мы своих фанов называем десайдеры. И это, конечно же, безумно приятно вести странички, делать какие-то прямые эфиры, общаться с ними. Это такой... Получать, короче, обратную связь такую, да, что-то очень круто. Очень мотивирует. Снимать сториз для них, делать посты, общаться в комментариях. Насколько часто вы обратную связь от школьных учителей получаете? Вот здесь вот. Крайне часто. Крайне часто. Крайне часто. На самом деле. И очень... Так, неоднозначно. Некоторые нормально реагируют даже... Ну, это преподаватели по музыке. А вот что там, математика, другие предметы. Кто как. Короче, есть свои, да? Да. Есть учителя, которые заваливают специально, потому что просто... Ай-яй-яй. Это вы, значит, не даете билеты на концерты. Вот. Исправим, исправим. Исправим, исправим, исправим. А что одноклассники говорят? Так же самое, как и учителя. Есть те, кто поддерживает, есть те, кто могут завидовать. Что ты какой-то ерундой занимаешься, кто-то может сказать, да? Да, да, да. Ну, смотрите, школа делала такое. В принципе, она уже скоро для вас закончится. А что потом? Будет ли какой-то, может быть, вуз, культурный вуз? Куда вот хотите себя направить в плане образования? Обязательно в творчестве. Это понятно. Ну, кто кем хочет дальше? Вокальные. Ну, наши первоочередные планы — это... состояться как артисты, идти по музыке и развиваться в данном направлении. А в танцах тоже? Ну, да. Может быть, на продюсеров будете учиться? Персональный менеджмент артиста — это тоже интересно. Ну, пока думаем, пока пытаемся определиться. Слушайте, ну вот еще мне очень хочется, чтобы мы в очередной раз передали привет вашему пятому участнику, Владу. И меня что поразило, он же еще пишет вам, ну, не только вам, пишет песни. В группе. В группе. Он пишет музыку, да? Да. Ну, одну из наших песен, вот недавно представленную ближе, вот это он написал. Он написал. Ну, круто. А кто-нибудь, может быть, еще, например, стихи сочиняет? Расскажите. Пробуйте, пробуйте. У кого какие таланты? Сережа. Мне кажется, а... Сережа молчит, почему-то скромничает. Сережа не хочет об этом говорить. Мне кажется, раньше было у меня время, когда у меня было такое прям вдохновение. Я писал стихи, но что-то это время немножко приостановилось. Дорогие поклонницы Сережи, напишите ему теплые комментарии в Инстаграме, чтобы было вдохновение. Слушайте, а вот вас вообще, ну, с так стороны кажется, что вы очень дружные ребята. Как у вас происходят, ну, какие-то обсуждения? У вас все коллективно решается? И как, ссоры часто бывают? Ну, вы откройте немножко. Или вы такие прям, ну, друзья, друзья, все, бойсбенд, так бойсбенд. Друг за другом горой. Даже самые лучшие друзья иногда могут ругаться. Ну, да, но прям, чтобы это... Вы получите все время вместе же, по факту. Да, серьезных сорн никогда у нас таких и не было. Если там что-то было, то мы это переводим все в шутку, вместе смеемся, и потом смеемся и в дальнейшем от того, что там что-то было такое. А так, вообще мы дружные и поддерживаем друг друга во всем. Ой, ну класс, я тебе. В этом залог успеха, друзья, берите на вооружение любой команды. У нас сейчас еще маленькая музыкальная пауза. Да, мы еще одну работу вашу посмотрим. Какую мы презентуем? Торнадо. Торнадо. Давайте. Несколько слов о ней. Что мы увидим? Торнадо — это самое сложное видео, которое у нас было. Это снималось с самого утра до самого вечера. Съемка длилась 14 часов в Корее. Было холодно. Ну да, с утра очень холодно было. У нас, у меня еще был такой комбинезон, под ним белая такая маечка. Ну посмотрим. Да, это дополнено. И было очень холодно, спасал только плед с утра. Но потом, когда вот уже был обед, уже все, жара невыносимая просто была. Это была середина октября, и поэтому температура варьировалась. В общем, свежая работа. У нас небольшая пауза, а затем мы заценим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Который вы сняли в ноябре Он называется Ближе Это наша первая лирическая песня Которую написал Влад, которого сегодня нет То есть уже, да, сами участники Пишут песни Переходим на самотворчество На самотворчество, хорошо Мы этот клип непременно посмотрим Ребят, расскажите В следующем году, что нам ждать От вашего коллектива Альбом Второй Мы работаем над ним Много концертов Много концертов, много выступлений Сериалити И сериалити самое главное Будет второй сезон Наша самая крупная работа пока Слушайте, ну а время свободное у вас есть? Или очень мало? Вы знаете, наверное, нам свободное время не нужно Не нужно? В школу надо еще успеть сходить А так это наша жизнь Это тем, чем мы живем Родители понимают, все нормально На примере свободного времени Мы один день в Москве И чтобы просто погулять У нас есть час-два Ну мы вам расскажем, куда сходить Чтобы посмотреть Посоветуем за час успеться И фотографии Москвы тоже покажем Ну что, друзья У нас уже на готове Ваша работа ближе Клип, трек Смотрим, слушаем? Да Давайте Полетели Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Друзья, Дисайд Бэнд Дисайд Бэнд, команда замечательная, по-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна ФМ Мы посмотрели очень чувственный клип! Да, ближе стали друг другу! Как же это вот так можно было сыграть? Ну, не смущались любовь сыграть? Смущались! Смущались, да? Ну, честно, да! Ну, очень сложно играть, когда ты видишь человека впервые, а у нас у большинства было именно так! То есть актрисы, мы с ними познакомились прямо на площадке и пришлось отыгрывать прямо там! Ну, вроде сошлись хорошо, получилось очень клево! Потом пошли, ну все смущались, да? Или кто самый? Ну, по чуть-чуть, да! А я наоборот девочку успокаивал, говорю, все нормально, все хорошо, не надо! Не нервничайся! Все хорошо! Она тебя боялась? Она просто стеснялась! Просто стеснялась! Слушайте, ну а если, например, какие-нибудь преподаватели по актерскому мастерству требуют ли продюсеры, ребят, вот сегодня у нас танцы, да, давайте потанцуете, завтра попоем, а вот в третий день уже тогда актерское мастерство! У нас в студии не только хореография, вокал, у нас еще и преподают актерское мастерство, куда мы с ребятами тоже ходим обязательно, развиваемся! В общем, у вас нон-стоп такой репетиции, каждый-каждый-каждый день, да, постоянно тренинг! Мы не стоим на месте! А так вот есть у вас какие-то, может быть, ориентиры? Ну, мне больше даже интересно, западные, потому что про отечественных мужей поговорили, и монатик, и все такое! Кто вам нравится, по крайней мере, или кого вы берете в пример, может быть, ставите? Кого вы слушаете, может быть, смотрите? По музыке, лично мне очень Дрейк нравится, он очень... Ну и стиль как бы ваш, так скажем! Да, и стиль, но более хип-хоп, он такой, нам нравится такой! Если, конечно, брать из легенд, то это, конечно же, Майкл Джексон! Так, понятно! Я хотел сказать... Да, это великий и гениальный просто человек! Во! Понятно, молодцы, класс! Слушайте, ну какие планы у вас хоть новогодние каникулы будут? Как Новый год будете отмечать? Вы дома появитесь или как? Да, ребят, давайте начнем с того, что будет Новый год! Просто вот, если у вас большая загруженность, вы, может, даже об этом как-то еще и... Люди отдыхают! Подзабыли! Ну, получится домой съездить, или вы выступать будете? Мы все с семьей будем праздновать, все-таки это семейный праздник! Ну, вы же в шоу-бизнесе, поэтому тут бывают варианты! Да, уже бывают корпоративы, работа! Бывает такое, но пока ничего не запланировано! Слушайте, а в школе просят вас, может быть, по отдельности каждого, как там выступишь, ну, спаси нам мероприятие? Честно говоря, очень много просили, очень много! Я каждый раз говорил, типа, да, да, и потом у нас какие-то концерты, еще что-то, я такой, ну, нет, нет! И ты сейчас снивался, да? Да! У меня такая же ситуация, постоянно всегда просят, постоянно что-то не получается! Что-то обещаешь, да? Да, и не получается ничего! Что, может быть, посоветуете ребятам, которым сейчас, например, лет 13, 14... Ну, это уже не самый бойс-бенд, да! Как вообще? Ну, конечно, верить в себя, развиваться, не сидеть на месте, потому что если будешь сидеть на месте, то ты ничего никогда не добьешься! Развиваться, верить в себя! Не бояться по кастингам ходить? Вот так, кастинг — это дело такое, конкурентное... Никогда не стоит бояться! Не нужно, никогда! Это тебя раскрывает, во-первых, ты, ну, чуть больше уверенным становишься в себе! И кастинг — это то место, где ты можешь показать себя, вот, на что ты способен! А если, наоборот, ты смущаешься, страх одолеет и не получилось, нужно обязательно преодолеть себя и идти дальше? Кастинг — это хороший опыт, как минимум, вот, в таких вот страхах, оно очень помогает преодолеть их! Лет через десять, какими видите себя? Старыми! Ну... Успешными! Так, давай-ка... Старыми — это, знаешь, от слова «стар» всё-таки звезда, наверное. Правильно же я говорю? Да, да, конечно! Так... Не, ну, хотелось бы всё время быть к плечам к плечу, развиваться как группа и делать больше, творить больше, захватывать, ну, охватывать больше аудитории... Завоёвывать планету! Ну, ты классно вот эту фразу сказал, чтобы быть вместе. Ну, наверняка вы же видите по другим даже успешным группам, ну, не только босс-бендам, что распадаются спустя какое-то время, и это трагедия для, там, поклонников всего света. Ну, так случается, то есть у вас мечта, цель, да, чтобы всё это сохранить, сплотить. Ну, конечно, мы же заполняем друг друга всё-таки. О-о-о! Как хорошо! Ну, девчонок... Так, только приглашаем в клипы, да? Только такие сотрудничества. Girls Band'а не будет или какого-то микса? Ну, у нас есть продюсерский центр наш. И у нас также есть группа «Фарфор». Это Girls Band. В плане... Ну, есть. Ну, это всё равно отдельная, в смысле, история. Да. С которой вы как-то сотрудничаете иногда. Да. Ещё две девочки как раз вот снялись ближе. Со мной с Серёжей. Так. Там они познакомились впервые. Да. Они-то и смущались, и вы-то и смущались играть любовь, да? Да. А потом мы ещё узнаём, что они наши коллеги такие. Ого! Здравствуй! Слушайте, а вот так бывает, что очень, ну, как-то ваши преподаватели и педагоги вас, ну, ругают сильно как-то, или всегда подход мягкий какой-то? Ну, скажите честно, просто как вас надо? Жёстко так? Так, пой, репетиция. Такая музыкальная армия маленькая. Да, музыкальная армия. Вы всё-таки молодёжь, тинейджеры. Музыка – дело непростое. Непростое. Дисциплина нужна определённо. Не то, что вы прям нас бьют плёткой, но… Ну, знаешь, когда танцами занималась я, меня вот били у станка линеечкой. Ну, а вот, смотрите, ломка голоса, например, с этим моментом, как вот… Страшное дело. Уже прошло всё. Всё нормально, да? Да, прошло. Это была катастрофа. Вспоминать даже этого не хочется. Серьёзно? Да. Я из-за этого даже петь перестал на некоторое время. И потом я бросил вокал, и сам потом над собой начал работать. И всё потом было хорошо. Ой, парни, ну мы желаем вам успехов. Очень крутая у вас и группа, и проекты такие. Вы все светлые, хорошие. Пусть у вас всё получается, вы нас рады. Спасибо большое. Будем сотрудничать. The Side Band у нас в гостях. Новых песен, новых клипов. Новых танцев. Мирового господства, ребят. Спасибо. Спасибо. До новых встреч. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok